Этот чертов Крюк! Чтобы подготовиться к роли, актер Андрей Майсак смотрел многие мюзиклы и фильмы, читал книги о своем герое Капитане Крюке. Считает, отрицательный персонаж тоже должен быть любимым, ведь благодаря ему показана борьба добра и зла, о которой так важно знать детям. Детей, опять же, нужно воспитывать, детям это нужно показывать, как на такие вещи реагировать, как с этим бороться, то есть как бы Питер это показывает, да. А мы покажем, ну опять же, я своим персонажем пытаюсь их подготовить, как это может в жизни выглядеть, еще в такой легкой форме. В этой истории от Капитана Крюка спасается девочка Ника. Беззаботная школьница очень мечтала попасть в сказку о Питере Пене, и желание сбылось. Приключения начинаются на корабле, там и сталкивается реальность с фантазией. Ника учится летать, встречает русалок и постоянно попадает в неприятности. Исполнительница главной роли рассказывает, на сцене она настоящая, ведь всегда хочется чуточку дольше побыть ребенком. Очень искренне, абсолютно. И любовь искренняя, и какие-то переживания, похищения, все это, какие-то страдания, это все очень искренне. Идея спектакля возникла не случайно, рассказывает режиссер-постановщик. Признается, еще со своего детства помнит любимого героя всех мальчишек, шабутного Робин Гуда. Со временем тот же эффект на детей стал производить Питер Пен. Вот это вот стремление быть всегда где-то, как-то, чтобы с тобой происходило какое-то все время невероятное такое вот в жизни. Вот это стремление, оно есть и сегодняшних ребят, которых я вижу, с которыми я работаю, с которыми я встречаюсь, и молодежь, которая на все время ищет. Вы знаете, даже ему уже 25, а они все мечтают о приключениях. И это здорово, это классно. Посмотреть продолжение сказки о Питере Пене можно в Театре Мадригалу в течение всех зимних каникул. Анна Сердюк, Александр Романовский, Медиагруппа «Объектив».